Приветствую, друзья! Ну вот, смотрите, Эммануил Кант не верил в Бога, однако он восхищался окружающим миром. И весь мир помнит его знаменитую фразу, ну это в Википедии так написано, «Звёздное небо над дной головой и моральный закон внутри нас, и наполняет ум всё новым и возрастающим восхищением и трепетом, тем больше, чем чаще, упорнее мы над этим размышляем. Звёздное небо над головой и этика внутри нас». Ну, я думаю, что надо найти логическую связь между нравственностью человека, между этикой и законами природы. Веришь ты в Бога, не веришь ты в Бога – это твое личное дело. Для кого-то Бог – это личность, для кого-то Бог – это природа с большой буквы, для кого-то это законы природы, абсолют. Это каждый человек себе это представляет по-своему. А вот нравственность, этика, без этого никак невозможно нормально жить. Потому что надо, чтобы первичности, либо духовных ценностей, либо материальных ценностей, были как-то согласованы, были в балансе. Иначе происходят войны. И войны происходят не потому, что сильные между собой дерутся. Сильные – это кто? Это духом сильные люди. А именно потому, что слабые борются с сильными. Слабые – это кто? Это те, которые свои недостатки, например, возводят в ранг достоинств. Да, они как раз-таки варвары, они как раз-таки более такие примитивные. Мыслят не философски, мыслят не отстраненно от ситуации, а внутри события. Они не свидетели ситуации, они не философы. Они мыслят прямо, конкретно, примитивно, и поэтому для них каждое слово имеет такое большое значение, из которого выучивается сам смысл, сам дух этого слова. Поэтому религии так получаются, столько хороших религий на самом деле, а войны идут тысячелетиями. Почему? Потому что вот логически сегодня нужно найти причинно-следственную связь между нравственностью, между духовностью и законами природы. Давайте поищем эту связь. А на следующем своем ролике я хочу вам конкретно, уже про другое. Я хочу вам рассказать, как обычная зевота. Животных, людей, мужчин, женщин, детей. И даже у совы, может быть, или вашей кошки, как ее можно превратить у себя в целебную зевоту. Но это я расскажу в следующем ролике. И у вас будет прекрасное, конкретное упражнение, помогающее снимать страх, помогающее улучшать кровоснабжение мозга и создавать баланс. Межу парасимпатическое и симпатикотоническое. К счастью, глобальной нервной системы человека. Между мобилизационными процессами, которые заставляют сжимать зубы, сжимать челюсти, скрежетать зубами, как сказано. В аду скрежут зубов из-за напряжения. И улыбкой. Улыбкой, которая источает обаяние. Чтобы вы были здоровы и счастливы, друзья. До встречи.